Решение вывести своего агента из Москвы американские спецслужбы приняли после встречи президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в мае 2017 года. Об этом сообщает телеканал CNN и добавляет, что тогда в овальном кабинете во время общения с россиянами Трамп выдал информацию израильской разведке про ситуацию с исламским государством в Сирии. Вот что сегодня сказал Лавров, вспоминая тот разговор. Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин Макмастер. Но именно после этого разговора американская разведка решила вывозить своего агента из Москвы, опасаясь, что его могут разоблачить, считают журналисты телеканала, ссылаясь на свои источники. В результате операция прошла успешно и человек, который многие годы передавал информацию американцам о Владимире Путине, выехал из России. В ЦРУ говорят, что данные журналистов ошибочны, а сам Трамп сказал, что ничего не знает об этой операции. Телеканал CNN не называет имя агента, но говорит, что он работал в Кремле и продвигался по карьерной лестнице. Газеты New York Times и Washington Post сообщают, что информатор не входил в ближайшее окружение Путина, но видел его регулярно и имел доступ к высшему руководству в Кремле, что делало его одним из самых ценных агентов ЦРУ. Именно он сыграл важную роль в расследовании о вмешательстве России в президентские выборы в США. Эту историю подхватили российские СМИ. Газета «Коммерсант» рассказывает, что речь может идти о сотруднике администрации президента Российской Федерации Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшим там. В статье говорится, что Смоленков в разное время работал в посольстве России в США и в аппарате правительства России. Имя Смоленкова сегодня назвал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Эта должность, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей». Кроме того, Песков сказал, что Кремль не ведет поиски Смоленкова. В то же время СНН сообщает, что у них есть дополнительная информация о вывезенном агенте, но журналисты ее не раскрывают и даже не называют имени шпиона, чтобы не навредить этому человеку. Вениамин Трубачев. Настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok